Казахстан Казахстан Сегодня, наверное, слишком близка, еще слишком мало времени прошло с того момента, когда мы потеряли девушку. Мы еще пока все в трауре. И семья пока еще в трауре. Азочка даже не смогла сюда прийти. Но тем не менее, вот семья, наша община сочли нужным отметить этот его дубей, которого мы так ждали в этих 90-х лет. Хочу подняться в вокал за этого светлого, необычайно обаятельного человека. Человека потрясающего во всем. И в науке, и в каких-то человеческих отношениях. И я очень хотел бы, чтобы это имя с гордостью носило действительно как бы для химии. Спасибо вам за то, что был инициативный директора, и мы вообще за это очень благодарны. Какую роль он играл в общинах, такую роль умного советчика, человека доброго, человека абсолютно неконфликтного, наоборот, старавшегося примирить всех между собой. И, кстати говоря, история знает, когда даже среди ученого мира биохимиков, я знаю некоторые эпизоды из его биографии, когда ему удавалось примирить между собой великих поссорицах с профессором. Он был настоящим во всем. И это самое его, создавало ему просто потрясающее обаяние и очарование. Спасибо еще раз, самое большое спасибо его супруге, передайте, пожалуйста, вам за то, что вы дали Осетии. Вот такое вот, ну, слова ничего не оттуда. Вы же дали его просто. Спасибо. Удивительно, но мне по наследству досталось посвященное отношение к нему. Моя мама, молодая, достаточно в левом возрасте, подходит к самому восьминскому третью. Они выросли вместе на одной улице, и я тогда еще мальчишка, я не знаю. Я был пропитан вот этими посвященными рассказами этого человека. Это паралитурно, интеллектуально, тактичностю, удивительно, которое он, беззирая ни на что, пронес через всю свою жизнь. Я скажу лично про себя. Я ему бесконечно, когда, за ту помощь, которую он мне оказал, потому что, когда случилась беда с моим всем, он первый оказал мне помощь положить и вылечить на курс. И для него оперировали, слава богу, всегда нормально. Вы знаете, у него немного очеречей. Очень. Все это было на их глазах. Вот один, второй, третий. Вот президентская степендиантка, любимица его, Ольга Матвеева. Это у нас, я могу назвать, это эпоха берез, которая однако. И вы знаете, я хочу предложить тост, за то, чтобы эта эпоха продолжалась. В моей жизни из всех людей, которых я знал, наверное, самый большой свет оставил. Просто одним тем, кто я знал и общался с ним. Это очень большая школа. Каждое его слово, каждая его мысль, обычная жизненная ситуация. Это огромный урок. Я всегда старался впитать этот урок. И по возможности передать его дальше. Ланше. Я хочу поднять вокалы и предложить выпить за это наследство. За то, чтобы планка не опускалась. За то, чтобы младшие наши, а вот младше, чем Миша сегодня, у нас здесь самый младший Миша, видите, как он достойно, как взрослый. Человек себя ведет спокойно, сидит, ухаживает за дамами, как положено. Вот за его здоровье. Миша, дорогой, за твое здоровье расти большим, стань достойным человеком, чтобы ты стал великим ученым, как тебе, Марбулат, береза. Счастья тебе, благополучие. И в лице Миши за всех детишек всего земного шара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!